Добрый день, уважаемые телезрители. Мы продолжаем ряд наших программ про наши структурные подразделения Казанского Федерального Университета. И сегодня у нас в гостях директор Института Международных Отношений Харудинов Рамил Равилович. Добрый день. Добрый день, Дорозатович, дорогие друзья. Спасибо за приглашение. Всегда с удовольствием рассказываю о нашем институте. Институт незаурядный, институт с замечательными традициями, которые и стартовали в XIX веке. Но мы не только храним, мы их приумножаем. Сегодня можно сказать о том, что основные тенденции развития Казанского Императорского Университета были связаны с преобразованиями в восточной части огромной Российской империи. И именно тогда были заложены основы направления образовательных и научных исследований. Насколько я знаю, это же был в той имперской России первое учебное заведение, которое начало заниматься восточным разрядом. Я могу сказать, что университетское востоковедение оно, собственно, изродилось в Казани. И это не случайно. Были соответствующие и стратегическое расположение, и сами традиции Казанской гимназии. Там ввелось преподавание и татарского языка. И естественно, что этот губернский город, Казань, стал центром не только образования для Поволжского региона, но и затронуло Сибирь и Дальний Восток. И на сегодняшний день Институт международных отношений. Я бы остановился на этом названии. Дело в том, что к этому сегодняшнему дню завершено формирование структуры нашего института, и мы решили, что нет смысла в названии его перечислять все те многочисленные направления подготовки, которые мы реализуем. На сегодняшний день, буквально сегодняшний день, наш институт предлагает 10 направлений подготовки, начиная, собственно, с международных отношений, истории, педагогическое образование, востоковедение-африканистика, лингвистика, регионоведение России. Все это можно было бы перечислять, но, наверное, было бы правильно, если мы уже и в будущем будем говорить об институте международных отношений и его трех составляющих. Высшей школе международных отношений и востоковедения, высшей школе исторических наук и всеверного культурного наследия и высшей школе иностранных языков и перевода. Мы крупный институт, даже в составе нашего Казанского федерального университета. На сегодняшний день обучается более четырех тысяч студентов, это большой комплекс. У нас значительное количество собственных кампусов, производственных площадок, большой контингент преподавателей, около 400 человек, из которых значительная часть — это доктора наук, более 200 кандидатов, очень много молодежи. Поэтому я считаю, что наш институт на сегодняшний день представляет такое замечательное, сбалансированное учебное учреждение, в котором можно реализовывать самые различные свои пристрастия в сфере гуманитарных наук. — Вот если сравнивать, первое, что приходит в голову, конечно, в смысле подобных учебных заведений — МГИМО, безусловно, первое приходит в голову. Вот в этом смысле Казань, она как себя в этой России чувствует в позиции рейтингов таких профильных учебных заведений? — Дело в том, что мы для себя провозгласили стратегический курс действительно быть не просто похожим на МГИМО, а встать на одну платформу ведущих вузов, которые готовят специалистов, прежде всего в сфере международных отношений, внешнеэкономических отношений, людей, которые представляют экспертное сообщество, аналитическое сообщество России. И я могу сказать, что да, мы составляем на сегодняшний день достаточно серьезную, даже не конкуренцию, об этом, наверное, сложно говорить. Москва, Петербург — это признанные центры образования. Но Казань вернула утраченное свое время в 19-м, начале 20-го века традиции в области востоковедного образования. И сейчас уже, собственно, в международные отношения у нас тоже серьезные продвижения. Мы не просто конкуренты, мы партнеры. Об этом говорит и ректор МГИМО Тракунов, который говорит, что, Ромирович, вы за последние годы продвинулись очень серьезно. И дело не только в количественных характеристиках, дело в качестве подготовки этих специалистов. А качество измеряется и участием наших студентов в самых различных конкурсах студенческих. И здесь налицо действительно серьезные достижения. Мы удостоились чести и проводим на своих площадках всероссийские студенческие олимпиады. Собственно, за нами закреплена олимпиада, связанная с изучением турецкого языка, арабского языка, целого ряда других программ, проектов. И мы на сегодняшний день готовы к тому, что в самое ближайшее время осуществим прорыв и войдем в соответствующие предметные ретики. Для этого нужна, конечно, в первую очередь академическая репутация. Но это нарабатывается историей о МГУ, о МГИМО. История, она известная, очень большое количество специалистов вышло за это время. И репутация их высока. Но Казанский университет и на сегодняшний день представляет все те же программы и проекты по основным направлениям, связанных с международными отношениями, с международными экономическими отношениями, с изучением и подготовкой специалистов-лингвистов. Здесь мы действительно на хорошем уровне. Ну, приведу пример. Рекорд Гиннесов попал в МГИМО со своими 53 языками. Но это действительно очень важно, значимо. Это отражает геополитические интересы России. То вот на сегодняшний день наша палитра, мы уже в 23 языка, причем это язык не ради языка, а, собственно, выполняем заказ государству, заинтересованных в тех или иных специалистах. Вот за последние годы, помимо основных восточных языков, которые в нашей линейке присутствуют, от китайского, корейского, японского, турецкого, арабского, персидского и основной линейки европейских языков, мы вышли на подготовку специалистов, например, в сфере африканского континента. Это тоже сфера интересов России, наших частных компаний, государственных компаний. Совершенно верно. И вот с точки зрения подготовки специалистов, мы наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Казань, третий центр, где обращено внимание, и мы действительно готовим новое поколение международников, специалистов, которые будут работать в этом регионе. Камил Иванович, скажите, хорошо, вот кем будут работать выпускники? Вот они заканчивают международные отношения, это дипломаты, послы, это что? Весь перечень того, что вы говорите, это и послы, и дипломаты, и представители в торговых наших представительствах за рубежом, не только Республики Тарстан, но и Российской Федерации. Мы гордимся своими выпускниками. Ежегодно определенное количество выпускников, конечно, лучше из лучшей уходит центральный аппарат, Министерство иностранных дел. Мы гордимся тем, что Ассоциацию молодых дипломатов России возглавляют наши выпускники, и имена, и должности их очень высокие. Буквально за последние несколько лет появилось значительное количество молодых дипломатов, выпускников Казанского университета, нашего института, в качестве вторых секретарей, первых секретарей, наших посольств, представителей по всему миру. И это очень радует. Дело в том, что мы даем компетенции, они практикоориентированы, как правило, это подтверждено солидной подготовкой. Наша кредо – это языковая подготовка, в первую очередь, потому что специалист не может работать в сфере международных отношений, не владея в той или иной свободной форме, коммуникациями, и поэтому в этом и наше преимущество. Я хотел бы, обращаясь к нашим абитуриентам, сказать, что придя даже с нулевой подготовкой, но это будет сложно отобраться, но даже если вы пришли с нулевой подготовкой, за 4 года бакалавриата и за 2 года магистратуры вы получите уверенное владение, свободное владение, как минимум двух языков во всем другим направлениям, нелингвистическим, а наши лингвисты уважаемые, это три обязательных языка. Поэтому языковая подготовка в первую очередь, затем очень серьезная, глубокая регионовическая подготовка, то есть специалист должен знать ту страну, ее культуру, историю, традиции для того, чтобы ориентироваться, не допускать ошибок и находить действительно возможности для общения с представителями той или иной культуры и цивилизации. И здесь наша подготовка позволяет готовить не только абстрактных специалистов с дипломом, это люди, которые уже прошли реальную подготовку. У нас хорошо развита система стажировок, мы гордимся тем, что не только в Повоже, но и в целом в России мы один из самых успешных вузов с развитой системой стажировок, подписанных соглашений. Это означает, они выезжают? Совершенно верно. И это не обязательно только языковые стажировки, хотя здесь тоже выбор очень большой, от Тихоокеанского побережья, собственно, до Африки и Европы. Это дело в возможностях. То есть мы предоставляем возможность нашим студентам, есть такой выбор, участвовать как в государственных программах, обмена между университетами. Большое количество подобных соглашений подписано между КФУ или нашим институтом и вузами-партнерами за рубежом. Участие в стипендиальных программах правительственных, в частных компаниях. Ну и есть прямой обмен. У нас целый ряд программ предполагает обучение как наших студентов за рубежом, так и зарубежных партнеров у нас. Например, сетевая программа, российско-германские отношения и исследования, они позволяют нашим студентам проходить обучение в Регенсбурге, а молодые люди, студенты из этого немецкого города, они обучаются у нас. Точно такие же отношения у нас есть в целом рядом восточных университетов. И наши стажировки проходят достаточно долго. Например, арабский язык. Ежегодно более 30 человек, иногда достигает и до 60, получают возможность на льготных совершенно условиях на три месяца окунуться в языковую среду. И в городе Титуа на базе местного университета наши студенты проходят трехмесячную практику. Марокко, королевство Марокко. И в этом году мы получили предложение от Республики Египет. Нам выделяются около 20 мест для прохождения такой же подобной стажировки уже, собственно, в этой замечательной стране с глубокой историей, ну и, естественно, с классическим литературным языком. И это касается не только арабского языка, китайские проекты, корейские проекты. Здесь есть нюансы, я о них тоже хотел бы сказать. Дело в том, что любое языковое направление мы стараемся подтвердить работой с нашими партнерами из соответствующих государств или культурных представителей. Что касается Китая, то, собственно, мы являемся базой для института Конфуции, который отметил недавно свой первый юбилей. Нам 10 лет, и за эти годы мы действительно существенно продвинулись. И сейчас, как вы знаете, интерес к китайскому языку невероятно широк. Да, очень массовый. И это позволяет, и наши выпускники позволяют формировать уже подготовку не только в самом университете, но и вводить постепенно китайский язык в обучение в школьные программы в Республике. Вот, например, очередной проект, который реализуем мы, мы планируем, что с этого года, с учебного года, мы открываем наш институт, берет кураторство над гуманитарным классом, третьей гимназии. И один из языков, который мы предлагаем для изучения школьников, это вот как раз китайский язык. А с Китаем вот взаимообмен, вот то, что вы говорили, стажировки тоже происходит? Да, на регулярной основе. И для меня большая проблема, я вам честно скажу. Дело в том, что мы готовим достаточно высокого уровня специалистов, что после бакалавриата у нас проблема, потому что в нашу магистратуру свою мы с удовольствием принимаем наших выпускников, но более 50% выпускников бакалавриата получают приглашение для обучения в зарубежные университеты или лучшие вузы России и Европы. Это означает лишь одно, что уровень их позволяет сдать все тесты, которые предусмотрены в этих вузах партнерских, и они у нас как горячие пирожки разбираются для того, чтобы они прошли дальнейшее обучение. Количество иностранных сюда тоже учатся, я думаю. Да. А как вы характеризовали, из каких стран их больше всего? Хорошо. Хорошо. Действительно, если мы выбрали для себя специализацию в международные отношения, это означает, что у нас достаточно большой процент, почти 13% всех студентов, более 500 человек фактически, это представители 38 стран. Поэтому интернациональный состав невероятен. Это и дальние зарубежья, и ближние зарубежья. Конечно, есть большие группы студентов, которые приезжают к нам по госпрограммам, мы сами их отбираем. Вы знаете, это практика Казахского университета, выездные экзаменационные сессии. Мы принимаем студентов и из Туркменистана, в Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, страны СНГ. Но, как вы поняли, из общей цифры мы не ограничиваемся. Есть у нас студенты из самых различных уголков планеты, и мы очень надеемся, что это количество будет увеличиваться. Для этого мы предпринимаем целый ряд мероприятий по популяризации и Казанского университета, и Института международного отношения в тесном сотрудничестве с организацией Россотрудничества, которая имеет свои представительства фактически во всех странах мира. Так называемые центры науки, центры образования. И мы для себя на ближайшие несколько лет сделали выбор, помимо Европы, это будет еще и Азия. Это не только хотим повысить число китайских студентов, которые традиционно привлекают Казань, и их достаточно много учатся в Казанском университете, но и, например, Вьетнам. Это тоже зона наших интересов, бурно, динамично развивающийся регион, страна. Тем более, что они традиционно учились здесь, в Казанском университете. Совершенно верно. И там есть возможность не просто профилактической работы, а целевого отбора, большое количество школ, гимназий, специализированных центров, где осуществляется преподавание и русским языком в том числе. Поэтому они адаптированы, они уже знают наши требования, и очень надеемся, что в самое ближайшее время студентов из этой страны прибавится. Понятно. Попробуем перейти к другой теме немножко. То есть мы международные отношения переговорили. В принципе, более-менее понятно. А вот там же еще есть и востоковедение. Поступая туда абитуриент, кем он выйдет? То есть он будет знать страны Востока, кем он вообще себя должен видеть в качестве специалиста в дальнейшем? Если говорить о выпускниках, в целых отделения международного отношения востоковедения, по востоковедной ее составляющей, они представлены в самых различных учреждениях и организациях. Но прежде всего начнем с органов власти и управления. Конечно, специалисты востоковеды, они очень востребованы. И так же, как и международники, представлены в самых различных подразделениях, департаментах, управлениях, аппарата президента, кабинета министров. И есть большая заинтересованность не только на уровне республиканских или российских организаций, но и даже на уровне муниципалитетов. Дело в том, что эти специалисты, владеющие не только языками, но и знающие специфику, в том числе и изнутри, они прошли соответствующие стажировки, они позволяют выстраивать внешнеэкономические связи. Вот международные отношения, понятно, это более широкое понятие. Востоковение, это же, получается, направлено на страны Востока. Я правильно понимаю вообще? Ну, упрощенно так, да? Очень-очень упрощенно. Обратите внимание на высоковедение африканистика, какие регионы собой закрывает. Это Ближний Восток, это Центральная Азия, это Дальний Восток и Тихоокеанский регион, и плюс континент Африки. Вы понимаете, да? Поэтому, еще раз говорю, чем плюс для нас? Мы при подготовке наших специалистов и для международников, и для востоковедов-африканистов, есть еще и зарубежные регионоведы, мы даем им основную базу. Она вот как матрица. Это модульные планы, которые дают им базовую, классическую подготовку. А ну, где-то одинаковую, где-то близкую. Совершенно верно. Очень близкую, конечно, с учетом региона или там специфики языка. Но дальнейшая шлифовка начинается у нас уже в магистратуре. Вот оттуда точечно уже целевой направленности подготовка ведется уже сугубо для международных отношений или востоковедов. Дело ведь только не в дипломе и даже не в компетенциях, а в традиции, которые сложили в всех или иных организациях. Например, для работы за рубежом, в первую очередь, по линии государства, системы Министерства иностранных дел, надо обладать квалификацией международных и экономических отношений. Что касается торговых представителей, системы культурных организаций, здесь вот востоковед-африканист, это то, что считается востребованным. То есть это больше культурный, цивилизационный такой. Да, и естественно, значительная часть, они привлекаются нашими компаниями, как государственными, так и большого бизнеса, среднего бизнеса, потому что эти специалисты, они заменимы по выстраиванию отношений с тем же Китаем, Азией, Востоком и так далее. Те же бизнес-переговоры. Совершенно верно. Поэтому для того, чтобы не было иллюзий, мы не готовим переводчиков, которые говорят на языках, для этого есть целое направление лингвистическое, о котором мы, наверное, тоже поговорим. Востоковеды – это эксперты. Востоковеды – это специалисты, которые знают регион, знают страну, знают ее политическую систему, знают ее экономическую модель, которые уже выстраивают отношения задолго до завершения получения образования, и которые адаптированные в эту систему могут моментально включаться в те процессы, которые, в том числе, экономически есть между нашими странами. То есть это профессионалы, аналитики, по сути? Есть нюанс. Так сложилось в нашей системе образования, что, конечно, подавляющее большинство поступающих в систему образования – это представительницы прекрасного пола, и у нас в пропорции также где-то 80 на 20. Конечно, у девушек есть и свои планы, но могу сказать, что даже с учетом того, что это девушки, их с охотой приглашают на работу во все перечисленные организации. Поэтому никакого дискриминации нет, потому что профессионализм в первую очередь. Ну, естественно, наши ребята, они также представлены в целой ряде других организаций, которые и защищают родину, это и силовые структуры, это аналитические центры. Поэтому я не вижу и не знаю о тех трудностях, которые наши выпускники сталкиваются при поступлении на работе. Вот поэтому, когда мне рассказывают, или я читаю о том, что выпускник какого-либо университета, единственное, где нашел работу, это вот на рынке и торгует менеджером, становится в каком-то магазине, но здесь нет. Здесь знания все-таки настолько хорошие, а самое главное, есть вариативность. Наш выпускник всегда находит работу по душе. Если это действительно не связано с практической деятельностью в организации, в фирме, учреждения, это переводческая работа, это аналитическая работа. Нет, но знание языков, конечно, безусловно, дает базу очень серьезную, чтобы уже использовать ее. Поэтому когда наш выпускник с портфолио, с тремя языками приходит к работодателю, то, конечно, выбор за нами. Ну, перейдем к истории, к археологии. И если тут вернуться к общей программе университета, вот программа повышения рейтингов, это правительственная программа России по повышению конкурентоспособности вузов, так называемые ТОП-5100, в которой Казанский федеральный университет участвует, в которой принимаете участие и вы, как институт. И вот не могли бы более подробно рассказать вот об участии в этой программе, как там задействованы студенты, задействованы ли вообще, надо ли это студентам? Вы абсолютно правы. Каждый институт имеет собственную нишу, где он сосредотачивает свои основные усилия по этому движению, повышению узнаваемости Казанскому федеральному университету, по прорыву в предметных рейтингах. Нам это удается по целому ряду направлений. Мы вносим свой вклад и в педагогическое образование, и в лингвистику, и в самые различные другие направления, так как мы, как правило, участвуем в крупных междисциплинарных проектах, и вычленять что-то отдельное, наверное, было бы неправильно. Но есть уже достижения, они явные. Мы занимаем свою позицию 150-200 предметом рейтинга археологии. Да, это большой успех. Это действительно достижение всей той археологической школы, которая была сформирована. Это связано с фондом возрождения? Я считаю, непосредственно. Не могли бы вы, кстати, поподробнее об этом установить, об этой работе тоже? Археологическая школа в Казахском университете, она известна, собственно, и со времен императорского университета. Но, тем не менее, в последние годы произошел не просто прорыв, но и скачок. Во-первых, по отношению к самой науке, а во-вторых, к его инструментарию. Сегодняшние археологи, особенно в Татарстане, это не специалисты, которые вот кисточка, лопаточка в поле, выезд, раскопки. Это сложнейшая междисциплинарная сфера научная, где задействованы очень сложные в техническом, технологическом сегменте различной отрасли знаний, от химии, почвоведения, агрономии, геологии, генетики и так далее. И это дает возможность, такие междисциплинарные подходы, проводить важные, значимые исследования, которые затрагивает не только конкретный регион, а и являются важными для значительной территории, в нашем случае евразийского пространства. И эффект от подобной работы, он еще имеет и практическое воплощение. Потому что археологи, как и историки, внесли существенный вклад в развитие программы, которую в 2010 году провозгласил Фонд Возрождения. Это была связана программа с воссозданием, реставрацией, реконструкцией объектов культурного наследия на территории Республики Татарстан. И вот теперь уже мы вышли и за границы республики. Мы говорим, речь идем, Булгары и Свияжск. Да, и Свияжск, в первую очередь. Это подготовка комбинационных досьей, это проведение обширных научных исследований, это подготовка не только досье, но и, собственно, сопровождение этого проекта, вплоть до принятия решения во включение нашего объекта в список ЮНЕСКО. Это музификация, это сопровождение программы до сегодняшнего дня. И мы очень рады, что и Булгар, и Свияжск свою задачу выполнили. Они теперь являются крупными туристическими центрами. Эти цифры неоднократно озвучивались. То есть, предположим, в 2010 году от 50 тысяч посетителей в Булгарии ныне дошло до 500 тысяч. То же самое произошло и в Свияжске за относительно короткое время. Это существенное изменение потенциала этого региона. Это средства, которые оставляют туристы. Это экономика в том числе, да. Совершенно верно. И вот в этом, как и в тысячелетии Казани, 10 годами ранее, также свою роль сыграли историки и археологи. И научные результаты тоже по достоинству оценены. Это мы видим уже, собственно, в самом рейтинге. Из всей сонмы успешных университетов, в которых развита археологическая наука, вот мы закрепились в первой топе 200, как минимум. И, самое главное, хорошие тенденции нашей внутренней конкуренции с нашими вузами. Впереди нас стояли еще год назад Московский государственный университет и Новосибирский университет. А Новосибирский университет, фактически, это и Сибирское отделение Российской академии наук, которое выбирает в себя мощный потенциал. Это, по сути, Москва плюс Новосибирск. Совершенно верно. И, тем не менее, вот мы свои позиции удержали. Наши партнеры, к сожалению, потому что это кооперация, это сотрудничество. Мы с Московским университетом готовим сейчас сетевую программу, где мы будем готовить специалистов вместе. Это неизбежно. Кооперация, коллаборация друг с другом – это важная часть научного процесса. Москва опустилась от 50 в 100 в 150, Новосибирск остался за нами. Это означает лишь одно, что те усилия, которые предпринимают наши исследователи, они дают свои плоды. Дело не в том, что кто-то стал хуже, просто мы смогли потеснить наших конкурентов на этой площадке. То есть движение Казанского университета оказалось более динамичным? Да, формально мы остались с той же самой, но это очень важно не только завоевать позицию, но удержать, потому что огромное количество исследований в мире происходит, успешных университетов много, и быть стабильными, и иметь все возможности для развития, мы такую возможность реализуем. Я бы хотел особо отметить роль в реализации этого проекта, грандиозного проекта по восстановлению и воссозданию наших национальных святынь, Болгарии-Свияжска, естественно, Ментимиша Ариповича, его команду, это фонд возрождения, его сотрудники, это огромное количество специалистов, которые были вовлечены в орбиту, это и простые татарстанцы. Но я хотел бы подчеркнуть роль Ментимиша Ариповича, потому что основу и упор он сделал на научную разработку этого проекта. Если вначале мы могли говорить о том, что было желание, но не было научной программы обоснования, шли немножко на ощупь, это может быть короткое время, когда определялись приоритетами, то сегодня и сейчас, прежде чем принять какое-то решение по тому или иному объекту или программе исследований, наши исследователи, в первую очередь ученые Казанского федерального университета, высказывают свое мнение, и во время обсуждения Ментимиша Арипович, как правило, принимает сторону ученых. Потому что здесь складываются интересы, как вы понимаете, и строителей, и так далее, экономистов, транспортников и так далее, но без консультации с исследователями сейчас это невозможно. Важную роль сыграл научный совет фонда Возрождения, который возглавляет Ишат Равкад Чигафуров. Это весомая фигура, которая действительно позволила привлечь ее орбиту, когда мы в каком-то приглашении звоним, ведем переговоры с экспертами международными, когда они понимают, что это Казанский университет, что здесь большая группа исследователей сосредоточена, то, как правило, все решается значительно проще. Приезжают с удовольствием, общаются, говорят на профессиональном языке, и поэтому так, кажется, была легкая процедура прохождения. Но за этим стоял титанический труд, многочисленные конференции, семинары, круглые столы, которые реализовывали именно ученые, ученые Казанского университета и Академии наук Татарстана. — Теперь перейдем, пожалуй, к такой практической стороне. Какие предметы надо сдать, ЕГЭ, чтобы поступить к вам? Желательно, какие абитуриенты должны быть? Я имею в виду их мотивацию и стремление к наукам, то есть гуманитарии. Скорее всего, гуманитарии, поскольку вы гуманитарные, да? — Да-да-да, социогуманитарные, скорее, в широком смысле. — Да, социогуманитарные, да, в широком смысле. То есть какие, как бы вам кажется, требования вы выставили бы абитуриентам, как таковым, они завышенные, они имеются в виду, поскольку вы говорите, что КФУ достаточно конкурентоспособные и очень сильные учреждения образовательные, то, возможно, здесь сюда сложно вообще поступить. — Вы задали очень сложный вопрос, и вы прекрасно понимаете, почему вы правы и с одной точки зрения, и с другой, и поступить сложно, и с чем это связано, я тоже могу объяснить. Дело в том, что очень важно для абитуриентов наличие бюджетных мест, это в первую очередь. — Да, в первую очередь. — Затем ценовая политика, если поступление осуществляется на контрактной основе, ну и, собственно, тот багаж, который существует в том или ином университете, репутация, условия для проживания студентов, вот здесь все сплелось. Если с точки зрения бюджетных мест, то, конечно, Москва предоставляет их чуть больше. И такого количества бюджетных мест, как в московских вузах, в санкт-петербургских, наверное, указаний пока нет или не по всем направлениям, но здесь, если вы обратите внимание, уже есть обратные тенденции. Буквально несколько лет назад на высоковедение и африканистику мы получали ежегодно по квотам Министерства образования от 10 до 14 мест. Но, показав свои возможности, показав масштабы тех изменений, которые произошли в Казанском федеральном университете, в этом году выделено 56 бюджетных мест, этого много. Это десятая часть всех бюджетных мест по Российской Федерации из более чем 20 вузов, где это направление высоковедения и африканистика реализуется. Наверное, это говорит о укрепившейся репутации Казанского университета, ну и о достижениях моих коллег, которые смогли доказать свои возможности и компетенции. Вместе с тем, очень важна все-таки ценовая политика. Мы здесь действительно, уважая себя и уважая наших партнеров по Павловскому округу, ввели достаточно сбалансированную ценовую политику. Наши цены, они различаются в разы по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Но это не означает, что наши программы хоть в чем-либо уступают по качеству или уровню подготовки московским и столичным. Наоборот, мы ощущаем в последние годы тенденции, когда молодые люди, получившие или получающие образование в Москве и Санкт-Петербурге, уважаемых наших партнерских университетов, в том числе МГУ, на втором, на третьем году обучения переводятся в Казань. И, знаете, довольны теми же условиями и программами, которые реализуются здесь. Мы нашли для себя определенный набор экзаменов, которыми, комбинируя, мы набираем на все направления, на все 10 направлений, которые реализуем в Казани. Для нас это, в первую очередь, иностранный язык, русский язык, история, общество знания. Все четыре языка, это все четыре лишь на международных отношениях. Вот для того, чтобы поступить на это направление, требуется сдать результаты всех четырех предметов. Что касается всех остальных, здесь вот уже начинаются комбинации, но они или связаны с историей общества знания иностранной, или русской истории иностранной. Все это есть у нас на сайте, комбинации очень простые, поэтому мы очень ориентируемся на тех студентов, на потенциальных студентов, которые сдают вот эту линейку социогуманитарных предметов в школе. Балл и конкурс высокий, скрывать не приходится. Но здесь мы заручились поддержкой руководства университета, ректора Ишат Равкатча Гафурова. И мы предоставляем возможность для поступления на контрактной основе, не особо ограничивая эти группы. Я объясню, с чем это связано. Дело в том, что мы видим, насколько сильны абитуренты, которые участвуют в нашем конкурсе. И было бы жаль терять способных ребят с высокими баллами, которые могли бы поступить к нам. И поэтому мы им предлагаем условия на контрактной основе. Поэтому у нас очень большой объем контрактного набора. Если в планах у нас стоит, предположим, 400 общий набор, то в итоге, но без снижения качества, мы набираем до 1000 человек на первый курс. И это, кажется, большая цифра, но еще раз повторюсь, вы учтите, что у нас есть очень привлекательное направление, которое всегда пользуется ажиотажным спросом. Это не только международные отношения, это не только востоковедение и африканистика, это не классическая история только, но и лингвистика. Фактически, конкурс по прошлому году, по запрошлому году составлял более 100 с лишним человек на одно бюджетное место. Но, тем не менее, интерес и желание очень большое, что мы вынуждены были ограничивать набор и даже контрактные... А в связи с чем связана лингвистика такой ажиотаж? Во-первых, молодежь на сегодняшний день, она совершенно других представлений о мире. Для них мир открыт. Для того, чтобы в нем себя уверенно чувствовать, в этом современном мире, это не только физически, но и мир общения, мир коммуникации, это, конечно, владение языками. И тот уровень, который достигнут у нас, тем более мы постоянно совершенствуем и методики, подавляющее большинство преподавателей проходят стажировки дополнительные. Мы открываем магистратуры совместные, в том числе с лучшими вузами, партнерами. Вот последнее подписание соглашения, которое прошло буквально на днях с Астраханским государственным университетом, связано с тем, что именно там сложилась, на юге России, замечательная школа, она так и называется, Каспийская школа перевода, где готовят высоких профессионалов в области переводоведения. Это синхронный перевод? Это и синхронный перевод, и технический перевод. И здесь мы достаточно давно с ними работаем, у нас есть сетевая программа, и наши выпускники также достигли достаточно быстро. Мы учимся, перенимая лучшие практики. Некогда и незачем терять время для того, чтобы вырастить вот эту плеяду замечательных молодых. Мы приглашаем лучших специалистов, они переезжают к нам, они подтягивают уровень и тех преподавателей, которые были здесь. Все вместе они изучают мировой опыт, и поэтому время достижения результатов прессуется. И мы уже сейчас имеем действительно замечательный потенциал уже наших молодых преподавателей, которые достигли серьезных результатов в области лингвистики. Итак, на этой позитивной, хорошей ноте мы заканчиваем нашу передачу. У нас в гостях был директор Института международных отношений Харудинов Рамил Равилович. До свидания, уважаемые телезрители. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин